друзья всем привет меня зовут женя добро пожаловать на канал вязалась позже сегодняшний мастер-класс будет посвящен вязанию вот такой манишки как оказалось это очень удобный аксессуар очень теплый поэтому если вы хотите попробовать связать манишку достаточно простую то давайте свяжем ее вместе манишка это вяжется двумя отдельными частями снизу вверх сзади здесь выполнено японское плечо для вязания такой манишки нам потребуется пряжа у меня lima от drops lima mix от drops для манишки я использовала цвет вот такой 619 образец я буду показывать на точно такой же пряжи но цвет у нее 9018 это пряжа состоит на 65 процентов и 6 и на 35 процентов из альпаки то есть манишка получилось очень теплая но если у вас очень чувствительная кожа то я рекомендую взять что-то с добавлением акрила или полиамида тогда возможно будет более приятный материал но вот у меня средняя чувствительность и на холоде у меня совсем не чешется кожа от такой вот такого изделия поэтому если у вас также средней чувствительности ваше тело то можете выбирать такую же пряжу здесь у меня толщина пряжи 100 метров на 50 грамм если вы хотите такую же манишку со стоячим воротником и при этом достаточно быстро ее связать то есть я связала где-то ее за пару вечеров то я рекомендую брать именно такую толщину пряжи ну плюс минус конечно но в любом случае я рекомендую проверить на вашей пряжи как она будет себя вести с воротником то есть попробуйте сначала связать образец да по кругу и проверить будет ли воротник держать форму либо он будет драпироваться потому что если вы хотите драпирующийся воротник или ваша пряжа не будет так держать форму то мой мастер-класс вам скорее всего не подойдет потому что все-таки расчеты здесь направлены именно для такого воротника если вы хотите более объемный воротник драпирующийся то здесь нужно будет по-другому рассчитывать горловину поэтому я остановилась вот на такой пряже у меня ушло всего 100 граммов на эту манишку то есть расход достаточно маленький но так как нужно будет увязать образцы я рекомендую взять пряжи чуть-чуть запасом также для вязания манишки нам потребуется спицы двух размеров я взяла спицы 4 миллиметра из них я вязала резинки и сам воротник и спицы четыре с половиной миллиметра я вязала из них основное полотно крючок для поднятия петель а также подготовьте иглу для закрывания петель по горловине итак друзья перед началом вязания манишки нам нужно определиться с расчетами а также снять основные мерки одна из основных мерок которые нам понадобятся для манишки это определение ее ширины вот здесь самой широкой ее части вот посмотрите здесь я схематично отразила переднюю часть манишки а также заднюю часть манишки как я уже говорила я ее вязала отдельными частями до снизу вверх и затем сшивала ее по плечевым швам и для того чтобы определиться с шириной манишки нужно определить ширину наших плеч я измерялась в ширину своих плечей не вот здесь где анатомически у меня плечи заканчиваются я измеряла там где у меня заканчиваются ключицы вот здесь есть косточки такие я измерила вот этот отрезок я не хочу чтобы у меня манишка была очень широкая чтобы она выходила за плечи так как я буду ее носить под верхнюю одежду под жакеты поэтому я лишь определила что у меня будет вот такая ширина манишки она заканчивается примерно там где ключицы у меня этот отрезок равен 32 сантиметрам поэтому изначально ширину я заложила в размере 32 сантиметров вот здесь посмотрите указанном далее нам нужно определиться с обхватом горловины то есть какой размер у нас будет занимать горловина из всей ширины нашей манишки вот посмотрите горловина это вот это отверстие вот эта дырка до через который у нас проходит голова не сам воротник а вот это отверстие и нужно понять какое какой размер вот этого отрезка будет из всей ширины нашей манишки для этого нам нужно измерить Вхват горловины. Можно снять эту мерку следующими способами. Вы можете повесить какой-то шнурок или нить и обвивать при этом не саму шею вот здесь, а обвивать то место, где у нас переход происходит от туловища к шее. То есть где-то вот здесь вы вешаете шнурок, обматываете и затем измеряете длину шнурка на сантиметровой ленте. Либо вы можете взять готовое изделие, которое имеет приблизительно ту посадку, которую вы хотите для своей будущей манишки. Вот у меня, например, джемпер. Это спинка джемпера. И измерить вот этот отрезок и откладывать примерно такой отрезок своей будущей манишки. Вот у меня получается 18 сантиметров. При этом, если вы хотите закладывать какую-то свободу облегания, то нужно закладывать ее именно здесь, так как манишка, она садится как бы по шее и просто затем висит на туловище. Поэтому, если вы хотите более свободную посадку, то делайте более широкую горловину вот здесь. Итак, я определилась то, что у меня вот этот отрезок будет равен 18 сантиметрам. Получается, всего ширина у меня 32 сантиметра. 18 из них это будет дырка, да, отверстие для горловины. Остальные мерки здесь уже больше зависят от ваших предпочтений по дизайну манишки. То есть, вот эту ширину вы можете отложить любую. Если вы хотите, чтобы у вас была прямая манишка, то делайте точно так же 32 сантиметра. Если вы хотите, чтобы она расширялась, то сделайте вот здесь поменьше. Вот эту мерку я просто подошла к зеркалу, приложила сантиметровую ленту в месте, где я хочу, чтобы у меня начиналась манишка. И отложила вот здесь прямо сантиметровой лентой и измерила желаемую ширину начала манишки. У меня получилось 23 сантиметра. Длину вы также определяете самостоятельно. Хотите, делайте короче, хотите, делайте длиннее. У меня длина передней части 34 сантиметра, длина задняя итоговая получилась около 20 сантиметров. Но это зависит от вашего желания. Сейчас я не буду подробно останавливаться на измерениях для плечевых скосов и углубления горловины. Мы это сделаем чуть позже, когда будем провязывать эти части изделия. Я подробно расскажу длину воротника, вы можете также определить самостоятельно, насколько хотите, чтобы он был длинный или короткий. И затем, когда вы определились с основными мерками, нам нужно перенести все эти расчеты в петли, перевести их. Для этого вы вяжете самостоятельно образец из своей пряжи и на том номере спиц, которым вы планируете вязать. Как я говорила, я вязала, провязывала резинки на спицах 4 миллиметра и основное полотно у меня вязалось на спицах 4,5 миллиметра. Поэтому вы отвязываете образец и измеряете свою плотность вязания. То есть вы смотрите, сколько у вас в сантиметрах в ширину петель измеряете и сколько у вас получается рядов в длину. У меня получилась плотность вязания в одном сантиметре 2 петли и в одном сантиметре в длину 2,8 ряда. Я буду отталкиваться от этих цифр при дальнейших расчетах. Итак, вязание манишки мы начнем с задней части изделия. Ширина у меня будет такая же 32 сантиметра, то есть задняя часть она у меня не расширяется. Поэтому я буду ориентироваться вот здесь на 32 сантиметра. И теперь мне нужно посчитать, какое количество петель набрать. Я умножаю мою желаемую ширину, 32 сантиметра, на плотность своего вязания в ширину. У меня это 2 петли. У меня получилось 64 петли. Я так и буду набирать 64 петли, но вы проверьте, чтобы ваше число итоговое было кратно 4, делилось на 4. Так как у меня вот здесь рисунок резинка 2х2, и для того, чтобы она у меня симметрично начиналась с двух лицевых и заканчивалась с двумя лицевыми, и при этом 2 петли были кромочные, мне нужно, чтобы количество петель делилось на 4. Поэтому я буду набирать 64 петли. Итак, мы берем спицы меньшего размера, чем мы будем вязать основное полотно. Я взяла спицы 4 миллиметра для провязывания резинок, и начинаю набирать свои петли. Я набираю обычным самым способом. Оставила нить примерно в 3 раза длиннее, чем моя итоговая ширина, то есть где-то 90 сантиметров. И начинаю набирать 64 петли. Готово. Я набрала 64 петли, переворачиваю вязание, и сейчас мы будем провязывать первый ряд резинки 2х2. Это будет у меня изнаночный ряд, поэтому я снимаю первую петлю, и две следующие провязываю изнаночными. Теперь 2 лицевые, и так далее. Чередую вязание 2 изнаночные, 2 лицевые, до конца ряда. В конце ряда мы с вами встретимся. Я в конце первого ряда, у меня осталось 3 петли на левой спице, я провязываю 2 изнаночные, и последнюю изнаночную кромочную. Переворачиваю вязание. Приступаю ко второму ряду резинки, и так как я никак потом не обрабатываю края, я буду снимать 2 первые петли, не провязывая, чтобы у меня сформировался такой как бы шнур-айкорд. Я снимаю первую петлю, вторую петлю не провязывая, и вот только третью петлю я провязываю лицевой. И далее вяжу по рисунку до конца ряда. В конце мы с вами встретимся. Я добралась до конца второго ряда резинки, у меня осталось провязать 2 петли лицевыми. Последнюю я провязываю кромочную изнаночной, подтягиваю, разворачиваю вязание. И третий ряд резинки мы будем начинать вязать точно так же. То есть мы снимаем первые 2 петли, не провязывая. Нить оставляю перед работой. И далее вяжу по рисунку. То есть у меня одна изнаночная, далее 2 лицевые и так далее. Друзья, и вот таким образом провязываете резинку на необходимую вам высоту. То у меня в манишке резинка провязана примерно на высоту 3 сантиметра. Вы сами можете регулировать эту высоту. Я здесь резинку полностью провязывать не буду, так как это просто миниатюра манишки. И сейчас я довяжу этот ряд и покажу, как переходить к вязанию лицевой глади. Итак, мы переходим на вязание основного рисунка, лицевой глади. Я поменяла спицы на размер 4,5 миллиметра. Теперь приступаю к вязанию лицевой глади. Я точно так же снимаю 2 петли, не провязывая. И затем просто провязываю все петли лицевыми, кроме последней. Последнюю буду провязывать изнаночной. Так продолжаем вязание до конца ряда. Я в конце этого первого лицевого ряда провязываю оставшиеся лицевые петли. И последнюю провязываю изнаночной. Разворачиваю вязание. Точно так же снимаю первые 2 петли, не провязывая, подтягиваю немножко. И теперь вяжу изнаночный ряд. Все петли вяжу изнаночными, включая кромочную. В основной лицевой глади я вяжу бабушкиными петлями, а резинку я вязала классическими петлями. У меня так получается ровнее. Все, и довязываем этот ряд до конца. Я в конце изнаночного ряда провязываю оставшиеся петли все изнаночные. Разворачиваю вязание. И у меня все будет повторяться. То есть я всегда снимаю первые 2 петли, не провязывая. И далее буду вязать лицевую гладь на необходимое мне количество сантиметра. Я не буду провязывать полную длину при вязании этой миниатюры. В своем основном изделии я провязывала основное полотно до убавок по скосам плеча. У меня получилось всего около 13 сантиметров. 13,5 сантиметров. Здесь я не делаю никаких прибавок или убавок по телу изделия. Вы просто провязываете необходимое количество рядов. И мы встретимся с вами уже, когда будем переходить к формированию скосов плеча и углубления горловины. Друзья, мы сейчас перейдем к формированию плечевых скосов и углубления горловины. И особенностью построения японского плеча заключается в том, что скос плеча смещается полностью на заднюю часть изделия. То есть по передней части мы скоса плеча совсем не формируем, и она провязывается под прямым углом. Вот посмотрите, как здесь выглядит. То есть у меня по передней части скос плеча совсем не провязан. Для наглядности я хочу показать, вот чем отличается обычный скос плеча от японского. Когда мы строим обычный скос, мы формируем скос по передней части и также по задней части. И равномерно как бы убавляем вот здесь петли, укорачиваем ряды для того, чтобы у нас сформировался плавный скос плеча. И при этом в разрезе он бы выглядел вот так. Вот, посмотрите, да. Когда мы строим японское плечо, мы переднюю часть вяжем под прямым углом. И тогда у нас получается, что скос плеча сзади, он становится под более острым углом, вот здесь, да, если провести линию. И она вот так удлиняется, и поэтому переднюю часть мы вот здесь будем увеличивать. Я надеюсь, что вот так наглядно понятно. То есть, если мы убираем, у нас скос плеча смещается, он удлиняется и становится под более острым углом. Вот таким образом нам нужно сформировать наш скос плеча по задней части. И для того, чтобы рассчитать наш скос плеча, вот если мы в обычной ситуации рассчитываем, мы прокладываем вот здесь, да, перпендикуляр. И на этот отрезок уменьшаем как переднюю часть, так и заднюю. То в случае японского плеча мы все наше уменьшение переносим на заднюю часть. И поэтому как бы в два раза увеличиваем наш скос плеча. То есть, например, если бы я делала скос плеча 3 см в обычном, да, плече, то в японском плече мне нужно 3 см с передней части и 3 см с задней части перенести на заднюю часть изделия и сделать уже скос плеча равный 6 см. Поэтому для того, чтобы построить плечо для нашей манишки, нужно сначала определиться, какой скос плеча у вас в обычных, да, изделиях. При построении обычного плеча вы вяжете. Вы можете точно так же либо ориентироваться на какую-то свою готовую модель изделия. То есть, вы берете какое-то готовое изделие. Также вот здесь смотрите, какой отрезок у вас получается, да, для скоса плеча. И умножаете на 2. Либо вы становитесь к стенке, обводите свое плечо, да, у вас получается... Вот вы обвели, да, свое плечо, получается какой-то отрезок. Вы проводите вот здесь перпендикуляр и измеряете это расстояние. Итак, я измерила, что в обычном изделии у меня скос плеча равен примерно 3,5 см. Поэтому для своей манишки я закладываю, что вот здесь у меня расстояние по спинке скос плеча должен быть равен 7 см. Я надеюсь, понятно, откуда я взяла вот эту цифру. То есть, я определилась с вот этим отрезком. Мне нужно сделать скос плеча на протяжении 7 см вот здесь. И теперь мне нужно вычислить, за какое количество рядов я провяжу 7 см. Вот здесь я условно нарисовала схему нашей будущей спинки, да. Мы выяснили то, что в моем случае у меня скос плеча будет равен 7 см. И теперь мне нужно определить, за сколько рядов я провяжу эти 7 см. Я умножаю 7 на свою плотность вязания в рядах. У меня это 2,8 см. И я получаю примерно 20 рядов. То есть, за 20 рядов я провяжу вот эти убавления вот здесь. 20 рядов. И при этом, в какой-то момент, мне также нужно будет приступить к провязыванию углубления горловины по спинке. У меня углубление будет равно 3 см. Вы также можете посмотреть на своих готовых изделиях, либо, может быть, вы уже что-то вязали. Я вяжу углубление по спинке 3 см, а углубление по переду я предлагаю провязать в 2 раза больше. То есть, у меня будет 6 см углубления горловины переда, вот здесь, и 3 см по спинке. И, соответственно, мне тоже нужно перевести это в петли. 3 см я умножаю на 2,8 см. Это получается примерно за 8 рядов я провяжу вот это углубление по спинке. Соответственно, сначала 12 рядов, вот до этой части, я буду провязывать только плечевые скосы. За 12 рядов я это провяжу. И затем еще за 8 рядов я буду провязывать плечевой скос вместе с углублением горловины. И так, я выяснила то, что за 20 рядов я провяжу свой плечевой скос и углубление горловины. Это означает то, что у меня будет всего 10 точек разворота. Точек разворота всегда в 2 раза меньше. То есть, сначала у меня будет вот здесь 6 точек разворота в 12 рядах. И затем еще 4 вот здесь. То есть, по правому плечевому скосу и по левому плечевому скосу. По горловине у меня тоже будет 4 точки разворота. И теперь нужно вычислить, какое количество петель мне отложить для углубления горловины. Я знаю, что я хочу сделать горловину 18 см. И здесь я уже умножаю на 2 петли. То есть, на плотность своего вязания в ширину. Поэтому у меня получается 36 петель. Мне нужно отложить всего для провязывания вот здесь углубления по спинке. Из этих 36 петель 12 петель. Ну, это у меня где-то 1 третья. Я отложу и буду их провязывать полностью незакрытыми. То есть, я их совсем трогать не буду. Вот здесь 12 петель. И вот здесь у меня останется еще по 12 петель для провязывания укороченных рядов. Соответственно, если 36 петель у меня осталось для горловины, 64 минус 36, это у меня по 14 петель осталось для каждого плечевого скоса. И теперь мне нужно распределить эти петли, распределить частоту моих убавок, да, распределить с каким темпом я буду убавлять петли. Сначала я просто распределяю по одной петле на каждой точке разворота. Это по плечевым скосам. Соответственно, у меня здесь 10 петель. И мне еще нужно 4 петли распределить. И я просто прибавляю их снизу. То есть, 4 раза я буду убавлять по 2 петли. И затем у меня будет ритм убавок равен одной петле. А вот здесь по горловине у меня 4 точки разворота. И, соответственно, 12 петель мне нужно убавить за это количество разворотов. Поэтому я буду убавлять здесь по 3 петли. 12 я равномерно делю на 4. Вы можете самостоятельно распределить. Если у вас не делится, то вы можете сначала там оставить какое-то количество петель незакрытыми. Потом здесь побольше, поменьше, поменьше. Вот так уменьшать это количество петель. Итак, я надеюсь, то, что с расчетами примерно понятно. И теперь давайте я покажу на практике, как мы будем делать. Плечевые скосы я буду провязывать безступенчатым закрытием. А горловину я буду формировать укороченными рядами. Так, приступаем к провязыванию скосов плеча. Представим, что я тоже провязала на полную длину необходимую свою манишку. И сейчас я распределила маркеры. Я повесила маркеры только в двух местах. Вот эти белые маркеры у меня отделяют просто петли. Вот эти 36 петель, это петли горловины. И центральные зеленые маркеры у меня отделяют вот эти 12 петель, которые я оставлю непровязанными. Итак, вы заканчиваете вязание предыдущего изнаночного ряда перед началом убавок по плечевым скосам. И для того, чтобы сформировать первые убавки, нам нужно оставить одну петлю непровязанной. То есть я провязываю все петли, кроме последней. И разворачиваю вязание. Начинаю провязывать первый ряд убавок по плечевым скосам. Я буду делать это безступенчатым закрытием. И сейчас, по моим расчетам, мне нужно закрыть две петли. У меня одна петля на правой спице не провязана. Я снимаю следующую, не провязывая. И надеваю вот эту первую петлю на вторую. Подтягиваю. У меня случайно. Теперь для того, чтобы закрыть следующую петлю, я провязываю следующую петлю. И точно так же продеваю вот эту первую петлю через вторую, которую только что провязала. Все подтягиваю. И дальше вяжу до конца ряда лицевыми петлями. И одну петлю тоже оставлю не провязанной. Встретимся в конце ряда. Итак, я в конце первого ряда своих убавок, у меня осталось две петли. Я провязываю последнюю петлю лицевой. И оставляю одну петлю не провязанной. Разворачиваю вязание. И с этой стороны мне также нужно убавить две петли. Вот мои непровязанные петли. Я снимаю следующую, тоже не провязывая. И продеваю вот эту первую петлю через вторую. Подтягиваю. Если бы мне нужно было убавить только одну петлю, то я бы просто продолжила вязание. Мне же нужно убавить две петли, поэтому я провязываю следующую петлю изнаночной. И надеваю первую петлю на вторую. Подтягиваю. И теперь вяжу изнаночными петлями до конца ряда. И одну петлю оставлю непровязанной. И теперь таким образом, по своим расчетам, вы формируете плечевые скосы. И мы встретимся с вами в тринадцатом ряду, когда я буду переходить уже к провязыванию плечевых скосов вместе с горловиной. А сейчас до тринадцатого ряда я буду вот таким образом, по своим расчетам, то есть сначала я буду четыре раза убавлять по две петли, и затем по одной петле я буду провязывать плечевые скосы. Так, друзья, я провязала первые двенадцать рядов. Вот таким образом сейчас выглядят мои скосы плечевые. И сейчас я приступаю к тринадцатому ряду и буду провязывать уже углубление по горловине. То есть, если раньше я разворачивалась, вот провязывала до конца и разворачивалась вот так, то сейчас я буду провязывать и разворачиваться у горловины. Первая точка будет вот здесь, где мои центральные петли, у зеленого маркера. Сначала я буду работать только вот с этой частью, и затем перейду уже к левой части изделия. Начинаю тринадцатый ряд. Мне нужно закрыть одну петлю по плечевому скосу. Я ее закрываю. И провязываю до первого зеленого маркера. Довязала до зеленого маркера, и здесь у меня будет первая точка разворота. Я просто переворачиваю вязание, снимаю первую петлю и протягиваю нить от себя. Мы так формируем двойную петлю, чтобы у нас не было дырочек. И вяжем до конца изнаночными, не провязывая одну петлю в конце. Начинаю вязать пятнадцатый ряд. Также закрываю одну петлю по плечевому скосу. И продолжаю вязать. И теперь вяжу, не доходя уже три петли, до зеленого маркера. То есть следующая точка разворота у меня по расчетам была через три петли. Я вот отсчитываю. Двойная петля считается как одна. Один, два, три. Вот здесь будет следующая точка разворота. Довязала у меня три петли вместе с двойной. И разворачиваю вязание. Точно так же. Снимаю первую петлю не провязывая. И отвожу рабочую нить назад и подтягиваю. И вяжу до конца ряда, не довязывая одну петлю. Приступаю к вязанию семнадцатого ряда. Закрываю еще одну петлю по плечевому скосу. Теперь убавлю еще три петли по горловине. То есть вместе с предыдущей точкой разворота я отсчитываю еще три петли по своим расчетам. Всего у меня теперь шесть петель убавлено. Разворачиваю вязание. Повторяю все то же самое. Итак, приступаю к вязанию девятнадцатого ряда. Мне осталось закрыть одну петлю. Я убираю уже белый маркер. И закрываю последнюю петлю. Также отсчитываю три петли вместе с последней точкой разворота. И разворачиваю вязание. Все, это последний двадцатый ряд. Я снимаю петлю. Разворачиваю нить рабочую от себя. Довязываю до конца изнаночными. И мы сформировали вот эту часть плечевого скоса и горловины. И теперь я сделаю переходный ряд. То есть я провяжу лицевыми петлями. Вот здесь вплоть до конца ряда оставлю только одну петлю непровязанной. Провязываю все петли лицевыми. Снимаю первую как кромочную. Остальные вяжу лицевыми. В том числе двойные петли. Я их провязываю как обычную лицевую петлю классическую. Все, встретимся в конце этого ряда. Я провязала свой переходный ряд. У меня осталась одна петля непровязанной. Я разворачиваю вязание. И начинаю вязать двадцать второй ряд. Убавляю одну петлю по плечевому скосу. И провязываю до ближайшего зеленого маркера. Там будет первая точка разворота по горловине. Итак, перед маркером провязываю обычную изнаночную петлю. И разворачиваю вязание. Теперь для того, чтобы сформировать укороченный ряд, я снимаю также, не провязывая первую петлю, но снимаю ее следующим образом. Я ее захватываю как обычную классическую петлю лицевую. То есть слева направо. Вот таким образом. Оставляю рабочую нить перед работой. И затем оттягиваю назад и подтягиваю. И продолжаю вязать лицевыми петлями. Оставляя одну петлю, не провязанной в конце ряда. Одна петля не провязана. И я буду приступать к вязанию двадцать четвертого ряда. Убавляю одну петлю, закрываю ее по плечевому скосу. И теперь вяжу изнаночными. И убавлю три петли по горловине. Вот, посмотрите, у меня остается три петли. Одна двойная и две еще. И я разворачиваю вязание. И еще раз покажу, как я снимаю здесь петлю. Я завожу нить слева направо. Снимаю нить перед работой и оттягиваю ее назад. Подтягиваю. И таким образом мы продолжаем вязание. Аналогичным образом, как мы делали по вот этой правой части. То есть пока мы не провяжем оставшиеся ряды до конца. Итак, я приступаю к вязанию двадцать восьмого ряда. Мне осталось закрыть одну петлю по плечевому скосу. Я уже сняла белый маркер. Закрываю последнюю петлю. Провязываю еще две. И вот у меня осталось три петли. И мне нужно сделать последнюю точку разворота. Я делаю последнюю точку разворота. Довязываю до конца. Последнюю провязываю изнаночной. И теперь еще раз разворачиваю вязание. И мне нужно провязать один ряд для того, чтобы закрепить мои двойные петли. Для того, чтобы провязать их. И я возвращаюсь в начало вязания. То есть к началу горловины вот здесь. Я снимаю первую и провязываю изнаночными. Двойные петли в том числе провязываю изнаночные. То есть просто провязываю их как обычно одну петлю. Петли горловины я оставлю незакрытыми. Так как затем мы будем поднимать петли для провязывания воротника. Все довязываем до конца нашего ряда самостоятельно изнаночными петлями. И вот посмотрите каким образом сейчас выглядит спинка изделия. То есть вот такая круглая горловина получается. Неглубокая. И вот такие плечевые скосы. Теперь мы перейдем сейчас к вязанию передней части. Вы можете снять вот это вязание на дополнительную нить. Если у вас есть другой моток нити. То вы возьмите другой моток. А эту нить оставьте здесь. Для того, чтобы затем использовать ее для вязания воротника. Например. Либо отрежьте с небольшим запасом. Хотя бы для того, чтобы сформировать плечевой шов. То есть можно оставить примерно в три раза больше. Чем сам плечевой шов в длину нити. Так, друзья. Мы сейчас приступаем к провязыванию передней части манишки. И здесь мы набираем для резинки меньшее количество петель. В зависимости от того, насколько широкой или узкой вы хотите. Вот здесь, чтобы внизу была ваша манишка. Я набирала 48 петель для своей манишки. Провязывала без прибавок резинку. И затем еще несколько сантиметров. Буквально 2 сантиметра без прибавок. И затем для того, чтобы у меня в итоге получилось 64 петли. Как и по задней части. Мне нужно было прибавить еще 16 петель. То есть 8 петель с одной стороны и 8 петель с другой стороны. Я прибавляла в каждом шестом ряду ритм прибавок. Вы в принципе можете регулировать сами. Но вот где-то на протяжении 15 сантиметров. Вот здесь у меня закончились прибавки. То есть где-то на протяжении 15 сантиметров я распределила свои прибавки по 8 петель с каждой стороны. И сейчас я вам покажу, как я делала эти прибавки. То есть вы набираете. Сначала вяжете резинку 2 на 2. Так же, как мы провязывали это по спинке. Затем какое-то количество сантиметров вы провязываете небольшое без прибавок. И затем приступаете к прибавкам. Итак, как я провязывала прибавки. Сначала 2 петли мы снимаем не провязывая, как обычно. Затем еще 2 петли провязываем лицевыми. И теперь, когда мы получается провязали 4 петли, мы делаем первую прибавку. Итак, я делаю прибавку из протяжки. Для того, чтобы у меня симметрично смотрелись прибавки. Вот здесь с правой стороны я буду делать прибавку с наклоном вправо. А с левой стороны буду делать прибавку с наклоном влево. Мы поднимаем протяжку и накидываем ее от себя. Вот таким образом. И теперь провязываем из передней дольки нашей петли. Вот из этой. Провязываем скрещенную петлю. Вот таким образом у нас получается скрещенная петля с наклоном вправо. Теперь провязываем все петли лицевыми, не доходя 4 петли до конца ряда. Я довязала почти до конца ряда. У меня осталось 4 петли на левой спице. И сейчас я буду делать прибавку с наклоном влево. Итак, я поднимаю свою протяжку и накидываю ее на себя. Вот таким образом. И теперь мне нужно провязать эту протяжку за заднюю стенку. И таким образом у нас получается скрещенная петля лицевая. И вот эта долька передняя, у нее наклон налево. Теперь завершаем вязание этого ряда. 3 петли лицевые. Последнюю провязываем изнаночной. И в изнаночном ряду у нас ничего не меняется. Мы снимаем первые 2 петли. Вяжем изнаночными все петли. И вот посмотрите, там где у меня была прибавка, ее провязываю обычным образом. Вот таким образом выглядят прибавки. И теперь, друзья, вы провязываете все необходимые вам прибавки, вяжете манишку на необходимую вам длину. Здесь вы длину можете регулировать сами. И мы встретимся уже, когда начнем переходить к убавкам по горловине. У меня получилось, что от начала резинки своей до начала убавок по горловине я провязала около 27 сантиметров. Может быть 27 с половиной. Теперь провязываете все убавки. Если нужно будет немного продлить вязание без прибавок, то вяжете без прибавок, чтобы у вас была желаемая длина манишки. И мы встретимся, когда начнем вязать наши укороченные ряды по горловине. Итак, друзья, мы сейчас перейдем к вязанию укороченных рядов. И я хочу остановиться на некоторых расчетах. Это схематичное условное изображение верхней части, передней части моей манишки. Вот посмотрите, у нас всего 64 петли. Да, мы знаем. 36 из них я уже знаю, что я отделяю для выреза горловины. Точно так же, как и по спинке. У меня 18 сантиметров и 36 петель. Соответственно, я выделяю для выреза горловины. По 14 петель у меня остается вот здесь для каждой полочки. Вот здесь 14 петель и вот здесь. Вот здесь уже убавки я делать не буду. Мы затем будем провязывать еще такие верхние части, расширяющиеся, для того, чтобы у нас гармонично сошлись два шва по задней части и по передней части. Но к этому мы вернемся позднее. И теперь давайте определимся, за какое количество рядов нужно провязать вот это углубление горловины. Я уже говорила, что углубление горловины у меня будет 6 сантиметров. Оно в два раза глубже, чем углубление по спинке. Соответственно, я умножаю на свою плотность в рядах. И у меня получается примерно 16 рядов. За это количество рядов я должна провязать вот это углубление горловины. Итак, теперь давайте распределим петли внутри горловины. У меня есть 36 петель. Я решила, что 8 из них я оставлю центральными петлями. Совсем их не буду провязывать. Здесь я оставляю поменьше, так как у меня будет по передней части более глубокая и более округлая такая горловина. Соответственно, 36 минус 8, получается 28 петель. Я распределяю по 14 петель вот на эти две части горловины. У меня 16 рядов, получается, за которые я буду провязывать вырез горловины. Соответственно, у меня будет 8 точек разворота по горловине. Вот здесь я их отметила. И я начинаю распределять 14 петель. Сначала по одной петле. Это 8 петель. И теперь я начинаю добавлять еще по одной петле. 9, 10, 11, 12, 13. И последнюю петлю я не буду добавлять вот сюда. Я ее перемещу в начало, так как я хочу, чтобы у меня был более округлый вырез, а не более пологий. Если я распределю их более-менее равномерно, то есть вот здесь бы добавила еще одну петлю, у меня было бы более-менее равномерно, то вырез был бы более пологий. А я хочу его сделать более закругленным. Вот таким образом я распределила петли. И в соответствии с этим распределением я сейчас начну вязать. Я приступаю к провязыванию первого укороченного ряда. Сейчас я буду работать вот только с правой частью своего изделия. И я уже повесила маркеры, распределила их. Соответственно, белые маркеры у меня отделяют 36 петель горловины. И центральные салатовые маркеры отделяют 8 центральных петель, которые я не буду провязывать. Начинаю я вязание точно так же. Снимаю 2 петли, не провязывая. И вяжу до первого салатового маркера. Провязываю последнюю петлю перед маркером. И разворачиваю. Здесь у меня будет первая точка разворота. Я снимаю петлю. И отвожу рабочую нить от себя. Подтягиваю. И теперь просто до конца ряда вяжу изнаночными. Все петли провязываю изнаночными, без исключения. Приступаю к вязанию третьего ряда укороченных рядов. Точно так же снимаю первые 2 петли. И вяжу лицевыми петлями. И теперь моя точка разворота, по моим расчетам, мне нужно отсчитать 3 петли вместе с моей двойной петлей. И сделать следующую точку разворота вот здесь она у меня будет. Провязываю до этого места. Итак, я довязала. У меня на левой спице осталось 3 петли вместе с точкой разворота предыдущей, вместе с двойной петлей. И я поворачиваю вязание. Начинаю вязать четвертый ряд. Снимаю петлю, отворачиваю рабочую нить от себя. Я подтягиваю и вяжу дальше изнаночными до конца ряда. Приступаю к вязанию пятого ряда. Снимаю 2 петли. И теперь следующая точка разворота, по моим расчетам, мне нужно укоротить 2 петли. То есть, вот это моя предыдущая точка разворота и следующая. Вот здесь у меня будет следующая точка разворота, я довязываю до этого места. Вот, посмотрите, моя предыдущая точка разворота и 2 петли вместе с ней. Я разворачиваю вязание. Снимаю петлю и разворачиваю нить от себя. Друзья, таким образом провязываем все укороченные ряды, которые вам необходимо провязать по вашим расчетам. И мы встретимся уже, когда я довяжу все укороченные ряды по этой стороне. Друзья, я провязала 16 рядов. Вот таким образом у меня сейчас выглядит крыловина. И сейчас я начну провязывать 17 ряд. Для того, чтобы переместиться из правой части в левую часть, просто провязываем лицевыми петлями до конца ряда. При этом двойные петли мы также провязываем, как обычную лицевую петлю. Снимаю 2 петли и вяжу лицевыми петлями до самого конца ряда. Кромочную я провяжу изнаночной. Я приступаю к 18 ряду. И в этом ряду я сделаю первую точку разворота. Снимаю 2 первые петли, не провязывая. И вяжу до первого салатового маркера. Изнаночными петлями. Провязываю последнюю петлю изнаночной перед салатовым маркером. Разворачиваю вязание. Снимаю петлю. И подтягиваю нить, рабочую, назад. Теперь вяжу до конца ряда лицевыми. И таким образом провязываем укороченные ряды по этой левой части по своим расчетам. То есть я буду точно так же сначала убавлять 3 петли, потом 2, потом в самом конце по одной. Ну и точно так же, как я делала по правой части. И когда провяжем полностью укороченные ряды по левой части, я к вам подключусь. Друзья, я завершила провязывание укороченных рядов по левой стороне. И сейчас я провяжу 1 изнаночный ряд для того, чтобы провязать свои двойные петли, зафиксировать их. То есть провязываем 1 изнаночный ряд до самого конца. Снимаю 2 петли. И вяжу изнаночными, провязывая все петли. И двойные петли точно так же провязываю изнаночными, как 1 обычную петлю. И встретимся, когда провяжем этот ряд. Мы завершили провязывание укороченных рядов, формирование углубления горловины. Но если мы сейчас сравним размер нашего плечевого шва, который получается по передней части, и размер плечевого шва, который у нас получился по задней части изделия, то увидим, что по задней части у нас шов гораздо длиннее. Поэтому сейчас мы начнем провязывать еще сантиметра на 2-2,5. Я провяжу просто вот здесь такие части. И мы будем увеличивать здесь количество петель по плечевым швам для того, чтобы затем равномерно сшить наши плечевые швы. Как я вам показывала на схеме, нам нужно такие выступающие части провязать. Поэтому мы сейчас будем провязывать только вот этот правый плечевой шов. Я буду прибавлять в каждом лицевом ряду точно так же, как я прибавляла по телу передней части. То есть я снимаю 2 первые петли, провязываю третью, четвертую. И вот здесь я опять прибавлю одну петлю точно так же, как я прибавляла до этого. Прибавила одну петлю и провязываю до конца плечевого шва, то есть до того места, где у меня начинается горловина. Она отделена белым маркером. Провязала, вот моя последняя петля, я ее провязываю кромочной, изнаночной. Разворачиваю вязание. Снимаю первую петлю, как кромочную. И вяжу до конца изнаночными петлями. Теперь, начиная провязывать следующий лицевой ряд, я опять здесь делаю прибавку. Всего я прибавлю, ну, 3 петли. Вы смотрите, насколько у вас отличается, да, длина этих швов. Но обычно 3-4 петли достаточно, поэтому сильно расширять эту часть не нужно. И провязываем ее на длину где-то 2-2,5 см. Прибавила еще одну петлю и вяжу опять до конца. Таким образом провязываете на длину 2-2,5, ну, максимум 3 см. И мы встретимся. Провязала всего 9 рядов. Всего у меня получилось сделать 4, все-таки я решила сделать прибавки. Вы можете их распределить здесь либо равномерным образом, либо сначала прибавить и провязать еще на несколько рядов. И теперь нам нужно закрыть этот плечевой шов, так как мы будем сшивать по закрытым петлям. Поэтому я сейчас провязываю изнаночный ряд и буду закрывать свои петли. Снимаю первую, провязываю изнаночной и протягиваю первую петлю через вторую. Подтягиваю. То же самое. Провязываю одну изнаночную и продеваю первую петлю через вторую. Подтягиваю и так далее до конца ряда. При этом не сильно затягивайте петли, так как у нас и так вот здесь закрытие будет более плотным, чем у нас получилось закрытие по спинке. Поэтому прям не сильно затягивайте. Лучше даже чуть свободнее закрывать. После отрезания нити я перенесла петли на булавку. Вы можете взять дополнительную нить, даже удобнее будет. И теперь мы будем работать с левым плечом. Мы берем нить, ту, которую мы отрезали, из мотка эта нить. И просто прикрепляем вот сюда. Вот с булавкой не очень удобно. Просто прикрепляем сюда, держим ее и начинаем провязывать наш лицевой ряд. Затем мы ее зафиксируем. Сейчас можно с ней ничего не делать с этой нитью. И провязываем, не доходя 4 петли, до края. И будем делать первую прибавку точно так же. Итак, вот у меня 4 петли на спицах. И я делаю прибавку такую же, как я делала по телу изделия. Сделала первую прибавку. Провязываю до конца. Последнюю провязываю кромочной. Разворачиваюсь. И теперь таким же образом провязываю 9 рядов, как я делала это по правому плечу. И затем закрываем петли. Все то же самое. И затем встретимся и перейдем уже к сшиванию плечевых швов. Так, друзья, я завершила вязание передней части. И складываю теперь вот таким образом наши части изделия. Передняя часть, вот эта задняя у меня часть. И прикладываю боковые швы вот так друг к другу. И теперь накладываю части лицом к лицу. Стыкую свои швы. Нахожу нить, которую я оставляла для вязания шва. Беру крючок. Я взяла крючок 3, наверное, 2,5 на миллиметра. Я нахожу вот здесь кромочную петлю, которая у меня относится к плечевому шву. Вот здесь у меня боковой шов. Я нахожу первую кромочную, которая относится к плечевому шву. Хватаю, захватываю обе стенки петли. И вытягиваю нить. Вытягиваю нить. И я ее зафиксирую. Продену вот так через петлю. Подтягиваю. Итак, нить зафиксирована. Я нахожу следующую кромочную петлю вот здесь. Захватываю ее. И нахожу кромочную петлю вот здесь. По второй части. И продеваю через эти петли свою нить. Вот таким образом. Теперь я нахожу следующую кромочную петлю. И на передней части. Вот эта у меня передняя часть. Тоже следующая кромочная петля. Захватываю обе стенки. Вытаскиваю петлю. И вот когда у меня образовалось две петли, я продеваю одну петлю через другую. И таким образом продолжаю до конца ряда. Нахожу кромочные петли. Вытаскиваю через них петлю. И продеваю. И вот здесь, посмотрите, швы, они все-таки немного разные по длине. То есть мы не можем шить их петля в петлю. Поэтому иногда можно заднюю часть чуть-чуть присобрать. То есть входить, вводить крючок не в каждую петлю, например, а пропустить одну кромочную. Ввести следующую, а здесь на передней части вводить крючок в каждую кромочную петлю. Здесь ориентируйтесь по своему изделию, чтобы в итоге у вас начало и конец шва совпали. При сшивании вы ориентируетесь на длину своих швов получившихся. Затем эти швы разгладятся и будут выглядеть аккуратно. И таким образом сшиваем шов до конца. И то же самое проделываем по второму плечевому шву. Друзья, я дошла до конца шва. И забыла вам сказать, сначала при сшивании не нужно сильно стягивать шов, иначе затем он будет топорщиться. Итак, мне осталось последнее. Петля. Ввожу крючок в кромочную последнюю. Вытягиваю петлю. И теперь я зафиксирую получившуюся петлю. Вот таким образом продеваю нить. И затягиваю чуть-чуть. Вот таким образом выглядит шов по изнаночной стороне. И вот так он будет выглядеть по передней стороне. После отпаривания, стирки, он распрямится. И изделие тоже само распрямится. Аналогичным образом сшиваем второй шов. Друзья, я завершила сшивание второго плечевого шва. И я уже перенесла петли, открытые по горловине, на спицы. Спицы я использую меньшего диаметра, 4 мм. То есть возьмите те спицы, на которых вы вязали резинки. И сейчас мы продолжим поднимать петли по горловине. Нам нужно взять крючок, взять нить из мотка и поднять петли по закрытым петлям на горловине. Вот это у меня задняя часть, вот здесь у меня шов. И мне нужно найти кромочную косичку. Вот, посмотрите, вот моя кромочная косичка. Я ищу первую кромочную петлю. Вдеваю крючок. И буду поднимать из нее первую петлю. Так, подняла одну петлю. Теперь вдеваю крючок в следующую кромочную. Поднимаю вторую. И так далее двигаюсь. И вот здесь, где у меня переход от закрытых петель к открытым, можно поднять, здесь у меня заканчивается кромочная косичка, можно поднять одну петлю прямо из лицевой петли, чтобы не было дырочки. И вот здесь у меня образовалась такая широкая протяжка. Я вдеваю крючок, разворачиваю петлю, чтобы как бы сформировать скрещенную петлю. Из нее тоже вытащу одну петлю. Вот, посмотрите. Вот скрещенная петля. И теперь мне нужно перенести получившиеся петли на спицу. Перенесла. И теперь я буду провязывать петли горловины для того, чтобы продвигаться дальше. То есть я их провязываю лицевыми петлями. Провязала и продолжаю поднятие петель. Ищу следующую кромочную косичку. И вытягиваю петлю. Вот я подобралась к концу своего ряда. Поднимаю петлю из последней кромочной петли. И переношу на спицы. То есть я поднимала петли таким образом, чтобы моя кромочная косичка, вот, она осталась по изнаночной стороне. В принципе, это дело вкуса. Вы можете попробовать и так, и так. Но мне так больше нравится. Теперь я вешаю маркер. Отмечаю начало ряда. Сейчас мы будем провязывать лицевой ряд один. Именно лицевыми петлями. Для того, чтобы сделать такой плавный переход. Но перед этим посчитайте, пожалуйста, количество своих петель, которые у вас получилось. В итоге у нас должно получиться количество петель кратное четырем. Так как у нас резинка 2х2. Раппорт узора равен четырем петлям. Соответственно, количество петель должно делиться на четыре. Поэтому посчитайте сейчас петли. И если нужно будет прибавить, то можно прибавить какое-то количество петель в первом ряду. Друзья, я посчитала свои петли. У меня получилось девяносто одна петля. Я добавлю, мне нужно добавить всего одну петлю. Поэтому я вот прямо здесь сейчас и достану еще одну петлю. И у меня будет количество петель делиться на четыре. Если у вас, например, там две петли не достает, то вы можете при вязании первого лицевого ряда просто, сейчас я вам как пример покажу, вы провязываете лицевыми петлями. И, например, вот здесь где-то из протяжки вы можете накинуть протяжку и провязать лицевую петлю вот таким образом. Друзья, я продолжаю провязывать свой первый лицевой ряд. И я хочу показать вам такой момент. Если, например, у вас какая-то петля получается вытянутая, да, вы видите то, что она длиннее, чем другие петли, вы можете провязать ее как скрещенную. Вот посмотрите, у меня такая достаточно длинная петля получилась по каким-то причинам. И я ее провяжу за заднюю стенку. То есть она у меня в итоге будет скрещенная. Таким образом получится избежать дырочек. Вот здесь опять вытянутая, поэтому я ее провяжу как скрещенную. И дальше продолжаю вязать обычными петлями. Я довязала до конца ряда. И теперь я начинаю вязать второй ряд и перехожу уже на резинку 2х2. То есть я провязываю 2 петли лицевые, 2 изнаночные. И при этом изнаночные я провязываю как бабушкину петлю. Я когда так провязываю таким образом, у меня получается более тугая резинка по кругу. Потому что когда я вяжу классическими, у меня получаются такие более расслабленные изнаночные петли. Таким образом провязываем до конца ряда, чередуя 2 петли лицевые и 2 изнаночные. Итак, я провязала до маркера, до конца ряда. И начинаю уже третий ряд, да, получается вязать. И сейчас я просто хочу показать вам, как я буду провязывать изнаночные петли. Лицевые я также и провязываю классическими. А вот изнаночные, так как я провязывала бабушкинами, они у меня стоят правой стенкой назад. Поэтому я провязываю изнаночные за заднюю стенку. Вот таким образом. Здесь смотрите, как вам удобнее. Я для себя выяснила, что у меня так резинка получается более плотная, ровная и аккуратная. Но это совершенно не значит, что у вас будет так же. Вот, поэтому выбирайте свой способ. Вы можете все петли провязывать классическим способом. И теперь вяжем резинку на необходимую высоту, длину. Я провязывала в своей манишке резинку на высоту 9 см. Смотрите, какой длины вы хотите получить в итоге воротник. И когда провяжете на необходимую вам высоту, мы будем переходить к закрытию воротника. Я провяжу еще пару рядов и покажу, как закрывать петли иглой. Так, друзья, я провязала буквально несколько рядов. Вот таким образом, да, у меня сейчас выглядит резинка. Вы провязываете, как я уже говорила, на необходимую вам длину воротника. И сейчас я покажу, как я закрывала петли. Так, я уже отрезала нить. Я оставила нить в три раза больше. То есть я вот так прямо обвила три раза вокруг своего воротника. И отрезала нить. И вдела нить в иглу. И теперь я буду закрывать петли иглой. Итак, я вначале вдеваю нить в две петли. И теперь возвращаюсь и вдеваю в одну петлю. Подтягиваю. И теперь повторяю все то же самое. Вдеваю сначала в две петли. И затем возвращаюсь и вдеваю в одну петлю. И при этом снимаю эту петлю. Подтягиваю. И так продолжаю до самого конца. Итак, друзья, я почти завершила закрытие петель по горловине. У меня осталось две петли на спице. Вдеваю иглу сначала в две петли. Затем в одну снимаю. И теперь мне нужно найти первую петлю, которую я уже закрыла. Вот она у меня. И я вдеваю еще раз в нее иглу для того, чтобы зафиксировать здесь последнюю петлю. Вдеваю в две петли. И вот моя последняя петля. Я ее снимаю и подтягиваю. Затягиваю. И теперь мне нужно зафиксировать нить, спрятать концы. Все, я увела этот конец нити вниз к нашему шву. И теперь нам осталось только завязать узелки, где это возможно, спрятать концы нитей. Вот где у меня есть две ниточки, я буду прямо узелки завязывать. И затем крючком спрячу нити. Я прячу кончики. Вы можете это делать при помощи крючка, либо при помощи иглы. Я отрезаю покороче и прячу концы. Конечно, концы нужно прятать уже после того, как вы постираете вещь. Но я просто хотела вам показать на примере. И посмотрите, вот если вы постирали вещь, отпарили манишку, и видите, что у вас остались какие-то вытянутые петли у горловины, вы можете сзади взять их и подтянуть. И, например, у вас здесь есть кончик. И вы можете вот таким образом взять и зафиксировать, например, какой-то дополнительной нитью, прямо тоненькой нитью, которую мы шьем, как-то вот здесь зафиксировать. Потому что не всегда аккуратно, к сожалению, получается вот здесь поднять петли. И можно так пару петель подтянуть, если у вас будет где-то неаккуратно они торчать уже после стирки. До стирки ничего не делайте, потому что все равно петли разровняются, и манишка будет выглядеть аккуратнее. А сейчас проводите ВТО, затем прячьте нити и носите с удовольствием. А на этом мастер-класс подошел к концу. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, ставьте лайки и до скорого!